Всем привет! Снова UFO. Так. О, отлично! Радар построился. И совсем скоро построятся основные две постройки. Это генератор и, собственно, командный центр. Так. Тогда мы сразу вот сюда вот куда-нибудь казармы, наверное, пристроим. Большой ангар. Вот. Так. Ну и, судя по финансам, нужно что-то продавать. Так. О! Отлично! Так, кирклинков мне столько в любом случае не нужно. Ко всему прочему, человеческие солдаты не могут их использовать. А вот для исследования, ну, я думаю, шести, в принципе, хватит. Там нужно что-то порядка одного-двух. Так, теперь плазменный пистолет. Ну, тоже мне столько их не нужно. Тем более, что они еще успеют понавыпадать. Ну, 20 оставим. Так. Даже, наверное, не 20. Ну, пусть будет так. Да, плазменная граната все еще одна. В основном они успевают их выкинуть. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, тут ничего продавать смысла нет. Единственное, что вот может быть дробовик. Он мне не нужен, в принципе. Пусть будет один. Да, долго, долго еще. До конца месяца. Всякое может случиться. В конце месяца будет у нас финансирование. Дадут новых солдат, новых ученых, которых можно будет нанять. Так что главное продержаться. Ну, и потихоньку отстраиваем вторую базу. Так, а сколько ПВО стоит, кстати? Десять тысяч. Давайте, закажем ПВО. Эта штука нужна. Вот. Потому что есть у меня такое подозрение, что как только база начнет функционировать в более-менее штатном режиме, сразу же начнут над ней кружить. Ну, а вообще говоря... Да, чуть-чуть я, кстати, промахнулся с радиусом радара. Ну, это на самом деле не критично. Так. Ну, я вот думаю, что две базы, в принципе, мне хватит. Может быть, конечно, еще третью потом где-нибудь, может быть, тут поставлю. Но это будет не скоро, пока буду отстраивать эти две. Так. Ну, а остальное покрытие попробуем обеспечить вот такими вот радарными установками. Другое дело, что их ограниченное количество. То есть, не помню, сколько там получается. Ну, по-моему, две или одна. В зависимости от количества общего баз. Сейчас я, по идее, могу построить новую радарную... Да, радарную башню новую могу построить. Естественно, строить не буду. Кредитов мало. Так. Ага. Ага. Ну, вот, начинается уже. Уже начинается. Да, может быть, даже не стоило прям так радар строить. Сперва надо было построить... Вот, ангар. Казармы. Уж потом. Но тут ничего не поделать. Ладно, будем надеяться, что пока долетит у нас жар-птица, вот этот вот НЛО номер 14 куда-нибудь смоется. Очень мне не хочется его тут видеть. И хуже будет, если он сядет. С одной стороны, конечно, это вроде как мои прямые обязанности. Вот этих ребят сбивать. Ну, мне сейчас просто нечем их уничтожать. Второй ангар, кстати, тоже надо будет строить. Сразу же большой. Еще один. Может быть, даже... Он дорогой. Он очень дорогой. 68 тысяч. Еще и содержание. Но содержание-то, ладно, это ерунда. Да, вот общая цена. Поэтому только в конце этого месяца, в начале следующего, мы сможем себе позволить какие-либо постройки. Ну, или если сейчас будем успешно миссии вот эти вот проводить, будет лут, который можно будет продать. Так, карта вроде как небольшая. Сейчас посмотрим. О, сразу троих запалили. Вот это на самом деле неплохо. Люблю, когда так получается. Сразу видны пришельцы. Бывает, конечно, совсем плохо, когда они фактически вот рядом стоят. Или за спиной иногда даже. Но вот сейчас более-менее. Так, сперва проверим, что у них на вооружении. Это важно. Плазменный пистолет, кирклинок. Ну и тут все аналогично. Да, это уже... Хотя нет, это, наверное, даже еще и не боевой корабль. Это все еще разведчик. Потому что вот этих вот шипов тут маловато на отстроек. Так, тем не менее, он, кстати, нулевый корабль. Наверное, есть смысл его себе переправить, никому не продавать. Так, что мы делаем? Сейчас можно, кстати, стрелять. Вполне себе спокойно. Потому как они стоят спиной в ответку. Не должны. Сплоховал снайпер. Так. Давай-ка заходи, наверное, отсюда. Потому что... Вблизи... Придется атаковать. Так, как-нибудь вот так. В общем-то, я это уже говорил. Но, еще раз повторюсь, такая видимая простота вот этого именно боя, она меняется буквально за секунду. Стоит им довольно-таки удачно попасть, буквально 2-3 выстрела. Вот. А это у них бывает, надо сказать. И все. И вот солдат мой умирает. Поэтому, как бы, учитывая мои фонды еще, такие довольно-таки печальные, мне совсем нельзя тут терять солдат. Так, снайпер, давай, крой выход. Он в любом случае оттуда вылезет. Пулеметчик сюда. Хотя пулеметчика, наверное, стоило на группу направить. Ну, ладно. Теперь уж. Теперь уж что уж. Так. Огнеметчик. Огнеметчик, давай сюда как-нибудь. Вот. Спрятался нормально. Ну, давайте. Ждем действий. Начинается уже. О. Молодец. Кто-то у нас такой меткий снайпер тут. Мидас, наконец-то, реабилитировался. В моих глазах. Начал более-менее нормально стрелять. Так. Давай-ка ты, наверное, знаешь как. Прицельно вот по этому товарищу. Да. А раз на раз не приходится, что называется. Давайте очередью. Вот, собственно, о чем я и говорил. В ответку это самое опасное, потому что именно такая стрельба как раз приносит больше всего проблем. плюс сейчас еще солдат пошел не с той стороны. Не знаю, с какой стати он вдруг решил тут идти. Она, вернее. Ну, лучше бы она так не делала, на самом деле. Так. Ну, вообще, красавец. В этом бою Мидас, конечно, рулит. Так. Пулеменчику потихонечку выдвигаем сюда, на позицию. Тебя бы, конечно, спрятать бы надо. Это, боюсь, поляжешь. Давай, наверное, сюда. Укрытие. Так. Ну, а вы, ребята, как хотите, держитесь. Хотя тоже надо бы прятать, строго говоря. Ну, ладно. Понадеемся на лучшее. Так. Давай-ка, быстренько сюда перебегай. Попробуем зайти там сбоку откуда-нибудь. Близко было. Ха. Неплохо. Я думал, она оттуда не прострелит. Ну, смотрите-ка, прострелила, причем довольно-таки удачно. Весьма-весьма даже удачно. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка. Ну, 15. Сейчас посмотрим, попадет хоть что-нибудь. О, офигеть. Да. Ну, это явно лучше, чем дробовик. Мне это нравится. Не зря поменял. Не жалею абсолютно об этом. Так. Тут я, наверное, в корабль попаду. Да. Мечтать не вредно. Так. Давайте отсюда будем заходить потихонечку. Вроде у нас таких особо сильно раненых нет. Именно из наших. Из фаланкс. Ну, за исключением, пожалуй, что автоматчика. Да. Можно бы ее полечить. Было бы. Так, ну, тут я, наверное, в любом случае не прострелю. Как бы не хотел. Пока он там будет маневрировать, пришелец, я, может быть, даже успею подхилять немножко. Да, попал, попал. Так. Давай-ка сюда. Отходи назад и лечим. А, точно. Так. Автоматчик подлечен более-менее. Смайпера вылечили. Ну и... Вот так вот. Так. Кто у нас тут явно может пострадать? пока вроде никто, но вот это вот парочка. Единственное что. Ты, пожалуй, отойди поглубже. Вот так вот как-то. Мне нужен еще один ход, чтобы можно было вылечиться нормально. Где ж вы раньше были? Попадали бы так сразу. Ну вот. Теперь можно, в принципе, смело убивать. Так. Попробуем сперва самые такие ненадежные варианты. Это снайперы. Ну да, они, собственно, себя и оправдывают. Ну вот это тут прям УЗИ мне нравится. Очень даже. Так. Прицельный, кстати, вполне себе неплохо он бьет. Так. Ну, по идее, ему одной должно хватить. Да. Отлично, отлично. Всех гражданских спасли, никого и своих не потеряли. Ну и еще плюс вот эту вот штуку мы прихватим. Причем себе все-таки мы оставим. Несмотря на то, что, конечно, хотелось бы денежек. Так. Отсюда я не могу распродать. Давайте посмотрим, что у меня есть. Да, вот два корабля получается соточка и два не очень. отправить... Отправить... А, ну понятно. Отсюда я уже продать не могу своего склада. Очень жаль. Очень даже жаль. Да, кстати, что с исследованиями? Давайте посмотрим. Ну, нормально. поскорее бы уже лазер дали мне. Ага. Начинаются нападки на эту базу. ну... Так. Сарацин. Ну, сарацин он не долетит. В принципе, это как бы бесполезно. Недостаточно топлива. Еще один. Ух! Хоть бы он не загрался на мой транспортник. Потому что это потеря всего, в общем-то, личного состава. Фактически. Хорошо. Разлетелись. Много я, конечно, упускаю их, но ничего не могу поделать. Там, наверное, проседают отношения стран весьма сильно. Но это как бы не в моей власти в данном случае. так, отлично. Кстати, что у нас там по званиям? младший сержант. Ну, это понятно. Да. Так, по снаряжению давайте быстренько пробежимся. было бы вот интересно, если бы были бы еще какие-нибудь патроны, помимо обычных для этого пистолета-пулемета. я бы, наверное, даже прикупил бы. Так, хорошо. Что с постройками? Скоро построится. Командный центр есть. Все есть. Нормально. Нормально. Вполне возможно, что, кстати, я сперва куплю не дропшип на вторую базу, а перехватчик. Потому что, учитывая, как они там летают и то, что в принципе неплохо долетают из центра корабль. Так, есть. Не будем самонадеянными. Отправляем оба наших самолета сюда, поскольку это, по-моему, уже как раз таки боевой кораблик. Да, что-то какая-то фигня происходит, как только я пытаюсь перехватить корабль. Раньше такого вроде не было. Давайте еще раз попробуем. Придется мне монтировать видео. так, я тогда вроде как стилет направил. Давайте посмотрим, как будет с сарацином. Надеюсь, он все-таки справится. Вот сарацин нормально все. Значит, это что-то со стилетом. Надо будет потом форум посмотреть. Что-то мне это не нравится все дело. Автобой я не рискну делать по той простой причине, что у нас там вроде как боевой корабль, истребитель. это значит, что скорее всего неплохо вооружены пришельцы. Так. Он еще горит до сих пор. Виден пока что один. Что у него там, два бластера? Да, похоже на то. потихонечку выдвигаемся, никуда не торопимся. Это, кстати, интересно, с такого растения и 55. Довольно странно. Ну, хотя бы булочки, может быть, да. Соглашусь. Непреодолимое препятствие. Так вот на тебя у меня большие надежды. Давай очередь в пять и туда. Вообще молодец. Кассандра, ты меня радуешь. Так. Надо, кстати, кого-то, наверное, еще туда направить. Проход подконтролировать. Ага. Да. Не выдал я очков. Действия единиц времени, вернее, не зарезервировал. Ладно. Стараемся отбиться и так. Так. Вот так. Давайте сюда штурмовика. Наверное, направим одного. Все равно они в основном косые все. Вот. Так, на крыше, кстати, там никого нет, а то он сейчас залезет и нас всех перебьет. Ну, скорее всего, они где-то вот тут все еще. я так думаю, по крайней мере. Уже начинается стрельба. По местным, наверное. Ну, теперь по мне уже. Так, ну, наверное, их три-четыре, не больше. Я так думаю, корабль небольшой, в общем-то. что-то мне подсказывает, что отсюда ты не прострелишь. Вот так еще может быть. Так, на пути-то давай не будем, наверное. Вечно я путаюсь. Надо будет отключить, кстати говоря, в настройках, чтобы они сами садились, сами вставали. Так, вот так вот. Сам стрелять не буду пока что, боюсь я ответного огня. Весьма сильно опасаюсь я его. Как-то так. Так, по крайней мере, отсюда никто не заходит, и это хорошо. Тогда отсюда зайдем мы. Сейчас довольно опасный такой маневр, поскольку стоят они все в линеечку. Неприятно может получиться. Блин, опять это ерунда произошла. я хотел я хотел чтобы он через пролом пошел. Он пошел не с той стороны. Ладно. Будешь тогда тут отсиживаться. Кассандра, одна на тебя надежда. Так. так. Ну, вроде все. Еще один показался. Попал же, ведь гад. Офигеть, сколько у них там выстрелов этих. Так, пулеметчику походу, да, пулеметчику совсем плохо. Куда б тебя деть-то? Давай, отходи. Чё делать? Отходи, лечись. Два хода тратить на лечение? Ну ладно. Это на самом деле... Надо. Так. Ой, как неудачно дерево тут это стоит. Ой, как неудачно. Да. Тогда вот так. Давай куда-нибудь, наверное, вот сюда. Надеюсь, они не прострелят. По идее, не должны. Поближе выдвигаемся. Не брезгуем прятаться за бочками. Уж больно метко они стали стрелять в последнее время. Да, дикая, конечно, дистанция. Это оно оправдалось, собственно говоря. Так. Попробуем отсюда зайти. Главное, чтобы они этот мой хитрый маневр не попалили раньше времени. Но вроде все придели. Да, нормально. Давайте-ка. Там еще, кстати, третий есть, конечно. Хорошо, хоть так. По крайней мере, они агрятся на снайпера. До снайпера далеко. Плазменный пистолет, конечно, не пример моему оружию вещь точная. Но все-таки. Ну, офигеть, вот как можно было не попасть? Ой, корявые, ладно. Молодец. Молодец. Теперь молодец. Так. Лечим незадачливую пулеметчицу. Ну, вот так вот. Больше, в принципе, думаю, нет смысла лечить. Так. Попробуем с угла вот здесь вот прострелить. Молодец. Прям. Вообще хорошо. Так. А где же еще один? Он куда-то по домам пошел. В проулок какой-то вот из тех. Так. Ну, сканер не добьет. Это понятно, в принципе. Тогда подвигаем снайпера поближе. А раз уж такие дела. Остался он в одиночестве. Вот он вышел. Как они так стреляют? Прям... Вот ты хорошо стал. Прям... Еще путь сюда, под, и вообще было бы здорово. Так. Ладно. Маневрируем. Маневрируем. Так. И ты у нас вот сюда вот давай-ка иди. Сейчас мы тут его и встретим. Ну и, собственно, можно уже закидывать его гранатками. Так. Грызается еще, смотрите-ка. Это ошибка была. Напоследок, конечно, напакостил мне. Одного они местного убили. Ну, это ладно. Так. Камерон Хейли получает повышение дозвания сержант. Вот. Приятно, приятно. Так. Ну, развалину это мы куда-нибудь отгоним. Например, вот Ближневосточный Альянс, я думаю, заинтересуется. Так. Ну, ладно. На сегодня, наверное, хватит. Буду я смотреть, что там как. Ну, вернее, поэкспериментирую немножко. Почитаю, что на форумах пишут по поводу вот этого вот фризов этих во время воздушного боя. Что-то я не помню, что раньше такое было. Мне кажется, это все связано вот со стилетом. Надо от него избавляться просто. Поскорее, наверное, даже вот этот вот малый ангар продам. Сюда что-нибудь более полезное втисну. Вот. Ну, потихоньку приближаемся мы к концу месяца. Так. Тут все строится. Тут все хорошо. Исследования тоже, в принципе. Ну, не все, конечно, гладко. Ну, нормально, скоро будет лазер. А лазер это всегда хорошо. Так, напоследок давайте, наверное, продадим. Вот это вот все. Да. Гранат как не было, так и нет. Ну, более-менее. По крайней мере, есть, чем платить за поддержание помещений в надлежащем виде. Ну, ладно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.